Музыка Вы помните, во время плена Даниила, или Даниила взяли у плен Вавилона, и беря этих прекрасных парней, евреев, себе на уходу на ссор разрешил забрать сосуды с Дома Божьего. Сосуды, которые никто не имел права употреблять, кроме священнодействия. И вы помните, застолье большое, банкет большой, и царь, увеселившись, дает команду принести эти сосуды, которые взяты в плен там, из храма. Мы сейчас повеселимся здесь, в этом аморальном обществе. Веселье в разгаре. Царь в таком настроении. Так много развратов перед Яголенного. Казалось бы, только-только все началось. И представьте себе, маленькая кисть руки вышла на стену. Что это такое по сравнению с явлением ангела? Но Библия говорит, чресло ослабее царя, протрезвел быстренько, пьянство не брало его. Что это такое? Колдунов сюда, гадателей сюда, шаманов сюда. Никто ничего не может сделать. Царь в полном разочаровании. Царица говорит, у тебя в городе, в имении царском, есть муж, у которого дух великого Бога. Он, и только Он, может изъяснить тебе. И вы помните, да, Даниила приводят. Даниил просит у Бога разрешения, просит изъяснения. И говорит царю строгое, Божье, стандартное. Слово, которое не радует царя. Увы, не радует царя. Царь мерил по-своему, а Бог измерил по стандартности своей. Есть в царстве муж, в котором дух святого Бога. Царь говорит, я слышал, Даниил, о тебе. Вот тебе подарки, вот тебе богатство, пожалуйста. Даниил говорит, царь-батюшка, подарки твои, богатство пусть будет с тобою. Я помолюсь и изъясню то, что Господь говорит. Да, Он говорит, дары твои пусть будут у тебя. Почести тоже остаются у тебя. Царь, твоему царствованию конец пришел. Всемогущий отнимет твое царство и отдаст другому. Братья и сестры, что я хочу этим сказать? Я этим хочу сказать, что стандарты Божьи неподкупны. И только исполнение воли Божьей дает нам гарант, что эти стандарты не будут применены к нам. И тогда, когда заключаем завет с Богом, мы верим, что мы на алтар Богу ложим то, что ценно в нашей жизни, мы отдаем и ложим на Его стол нашу совесть, наши обещания и добрая совесть, как отвес, который покажет, ты вправо или ты влево нарушил угол своего строения. Желания Бога, поклоняющиеся Ему, должны поклоняться, помните как? В духе и истине. Сегодня посмотреть на некое поклонение волос дыбом встает, что люди себе разрешают под названием церковь вытворять на этой земле. Божье терпение продолжается, но трость Он дал Иоанну и с властью, и с властью. Это трость с жезлом вместе и команда «Иди, измерь!» И эта мера не меняется. Я бы хотел привезть слова Иисуса Христа к беседу из Самарянкой. Казалось бы, эта женщина распутная не имеет никакого отношения к поклонению. Но почему-то Иисус заговорил о поклонении. Она сказала, ну, вы говорите, что это там в Иерусалиме, наши отцы говорят, что здесь, на горе этой. И нет времени, чтобы нам сегодня представить этот страшный раскол десять колен и двух колен. И после Соломона его сын Раваам из Иераваам делят народ пополам, навсегда разделяют его. И эти горные поклонения практически Иераваам, когда увидел, что народ тянется туда, в Иерусалим, он разрешил строить высоты, он разрешил строить богам капища, и в этих капищах вытворялось что-то невероятное. И Самарянка говорит, разве ты один не знаешь, что у нас творится, а что там творится. Хотя уже во время пришествия Иисуса Христа Бог не присутствует в храме, облака нет в святой святых, форма содержится, но не больше. А ведь Бог требует не действия рук человеческих, а ведь Бог требует не форму, Бог требует наше признание, что значит поклонение, что значит поклоняющийся в духе и в истине. Мой дух, как тройственный Бог, так тройственный человек, и мой дух должен поклоняться, преклоняться, признавать. Да, в плоти мы можем проявить рукоплескание, подпрыгивание, наши эмоции, радости какие-то и все ссылать. А вот Давид тоже когда-то делал. Братья и сестры, Богу нужно наше духовное поклонение, чтобы наш дух не был высокомерен, неприступен, а чтобы он преклонился пред могуществом Божьим. Тогда и плоть будет в смирении. Истинное поклонение и истинные поклонники поклоняются в духе и истине. Истина является этим куполом присутствия Божьего. Истина. А что такое истина? Истина стояла возле Пилата. Пилат задал вопрос, а что такое истина? Большому сожалению, у него не нашлось времени услышать, что такое истина. А истина стояла рядом. Кто сказал, братья и сестры, я истин путь, истина и жизнь? Вот эта истина, вот в этой истине, а как в этой истине прибыть благословенная церковь? А он сам сказал, 15 глава Евангелия Иоанна, прибудьте во мне, а я у вас прибуду. И только тогда вы сможете принести плод. Я лоза, а вы ветви. Иоанна 15-16, он обращается к узкому кругу учеников и говорит, не вы меня избрали, я вас избрал. Я вас поставил, чтобы вы шли и плод приносили, и чтобы плод ваш пребывал. Это не одноразовое, не для рекламы, а в системе жизни была у нас доброта, милосердие, сострадание и помощь ближнему. Поклонение в духе, когда наш дух поклоняется не для показа и рекламы, но признавая всемогущество Бога, в смирении преклоняется пред Ним в истине. Я бы хотел, чтобы мы посмотрели на скромность поклонения. Книга пророка Исаии, 6 глава, и давайте прочтем несколько стихов. Второй стих. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по шести крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили свят, свят, Господь Саваов. Вся земля полна славы Его. Церковь благословенная, посмотрите на эту скромность, на это приличие. Дух захватывает. Это ангельский мир. Не вспышек, не святомузыки, не плясики танцев. там скромность предельная и святость этой скромности. Божий стандарт сегодня звучит как прилично святым. Приличие многие как гармонь растягивают, но растягивает ли Господь. А Господний стандарт трость, он не растягивается, он есть мерка, он есть стандарт. И последнее, братья и сестры, верность поклонения. Это немаловажный фактор. Почему-то, не знаю, Господь, обращаясь через своего сосуда, говорит о верности очень стандартно. Павел говорит Тимофею, то, что ты слышал от меня. Передай верным, которые будут способны научить и других. Почему не ученых, почему не семинаристов, почему не знатных, почему не богатых, я не знаю, верных найди, а они найдут возможность и найдут способность передать и научить последующим поколениям. Верность нашему Богу. Деяние 4 глава нам рассказывает о гонении, которое произошло на апостолов. Из-за чего, братья и сестры? Из-за того, что они шли у храм, возле двери храма стоял калека из дня рождения, которого они исцеляют и за это постигло их гонение. Представляете себе? Разве они сделали что-то плохое? Разве они заводили какое-то ложное учение? Да они шли в храм, а тот бедняга просит милостыни. Петр говорит, слушай, серебра и золота нет у меня, но что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. Утвердились его ноги, которые никогда в жизни не ходили. Он стал прыгать, прославлять Бога. Да, там запрыгаешь. Дай Бог побольше таких прыганий. И вот гонение на их за то, что они исцелили. за то, что они сделали доброе дело. Я бы хотел зачитать, братья и сестры, их отношения. Кстати, они Богу не жалуются, что на их нападали. Они Богу не жалуются, что им запрещали. Они говорят что-то совершенно другое. 24 стих. Послушайте, 4 глава Деяния апостолов. Они же выслушавши единодушно возвысили голос к Богу и сказали, Владыка Божия, сотворивший небо и землю, море и все, что в них. Ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышляют тщетные. Восстали цари земные, и князья собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе этом на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод, и Понтий, Пилат, с язычниками и так далее. Вы знаете, читая это, я удивляюсь, насколько скромность в этих сосудах и насколько они видят не себя, а видят проблему против Сына Божьего. Церковь, дорогая, я сегодня, прощаясь с вами, желаю положить первому себе и каждому из нас на душу. Вы знаете, как часто мы в таком безразличии обсуждаем и судим то, что больно Богу. Ведь если пойдет поношение на церковь, как на общество, Богу будет больно. Он говорит, если касаются нечестивцы, касаются моего избранного, как зеницу глаза, затрагивает сущность Божью. Поэтому дай Бог видеть перед собой все чаще и чаще стандартность Божью, трость и жезл вместе взятые. И для того, чтобы не было команды в небесах какому-то ангелу иди и измерь и храм и жертвенник и поклонение этой души и прими меры, давайте будем ходить в страхе Господнем. Нет, я не призываю вас к такому человеческому, плотскому, земному страху. Ведь страх, он томление для души. В страхе отчаяние есть. Но страх Господен – это начало мудрости. А мудрость так нужна и так необходима нам. церковь благословенная. Я не знаю, увидимся ли мы еще. Бог ли продлит еще жизнь на годы или придет Господь. А если даже Господь не придет, то кого-то из нас заберет к себе. Давайте помнить Господа, чтить Господа, любить Господа, благодарить Его за Его любовь и за Его милости. Но помнить, Бог любит стандарт, который не меняется. Его нельзя растягивать или сужать. Это есть мера Божья. Будем помнить, что в Его любви мы нашли примирение. Будем помнить, что Он, любя нас, не посчитался с нашим недостоинством, нашел кого где, но все мы примирились в одном и том же месте с Ним, у подножья Голгофского креста. Там мы сложили бремя греха, а Он даровал нам подлинную свободу. не мне вам говорить, что в свободе очень трудно и сложно сохранить стандартность Божью. Ну, потому что свободы много. Но тот, кто в свободе, но тот, кто в достатке, но тот, кто в богатстве, сохранить стандартность Божью, вы знаете, самое-самое великое благословение получит. Внимательно прочитайте обращение Бога в Духе Святом к семи церквям Малой Асии. Там есть церкви-гиганты, которые, ну, сохранили верность, которые трудились и не изнемогали, которые ненавидели дела николаитов, те, которые проявили себе с самой лучшей стороны. Бог говорит им, я чуть-чуть имею против тебя. Помните к Еферской церкви? Но там есть последняя, ладыкийская, которой член этой церкви говорит, я богат, разбогател, ни в коме, ни в чем не имею нужды. То есть, хорошее время свободы, достатка и всего остального. Это настолько его изолировало от общества, что ему никто и ничто не нужен. Он сам себя видит себе господином и ни в ком не нуждается. Но прочтите, что Бог обещает тому, кто победит самого себя в такое благословенное время. Вы знаете, смирит себя во время войны, тогда, когда рвутся бомбы, тогда, когда рядом видишь только, что говорил с тобой, а его уже нет, но это гораздо проще. Но благословенное время, в мирное, в достаточное, о, как сложно. Поэтому, по всей вероятности, побеждающему ладыкиицу, Бог обещает больше всего. Я дам тебе сесть со мной на престоле, как я победил и сел на престоле с отцом. Это не мои слова. Поэтому, давайте будем помнить, вас Бог вывел сюда, нас оставил там, но сроднил нас для того, чтобы мы вместе могли зажигать свет, светить и продолжать светить. Это немаловажный фактор. Я уверен, Господь воздаст милостью каждому участнику и еще больше, братья и сестры. Если мы сумеем победить самих себя, других, то не надо побеждать. Это проще и легче. Победить самого себя будем помнить, небеса уготованы для нас. Пусть Господь благословит вас. Пусть Господь хранит вас. Помните о нас, молитесь за то сложное время на Украине. Я уверен, свершится воля Божья. А если Его воля в таких обстоятельствах нас испытать и увидев нашу ревность и желание забрать нас к себе, пусть будет Его воля. исполнится только Его воля. Я желаю вам всяческих благословений, мира, спокойствия, а тогда Дух Святой будет наполнять ваши благословенные сердца. Слава нашему Богу! Давайте помолимся. Я попрошу помолиться из-за моего путешествия, из-за мой отлет. сегодня сложно летать. Вот очень много проблем, но тогда, когда Господь хранит, тогда всюду хорошо. Склонимся пред Ним, Ему слава, аминь. Редактор субтитров Продолжение следует...